Осадки Осадки По области выпала 70 мм осадка И вот эти майские осадки Оправдали нашу поговорку Что два дождичка в маю Агроном в раю Это действительно так Потому что в 2020 году Несмотря на то, что у нас не было влаги В Матвеево-Кургане Мы получили 46 центнеров По Милеровскому-Бокловскому району 34,8 Очень хотелось, чтобы Оправдалось это в 2024 году Но, к сожалению, нет Заморозки в начале мая Уничтожили боковые побеги Если заморозки в апреле В 2020 году уничтожили только Главный конус А боковые побеги нам потом восполнили Потери То отличие 2024 года в том Что ко времени наступления Заморозков у нас выровнялась Высота и главного побега И боковых побегов Поэтому, к сожалению, урон был нанесен Не только главного побега И самое главное Что в мае у нас выпало Всего 9 мм остатка И мы столкнулись с нарастанием Почвенной засухи Однако Очень важно проанализировать Нарастание суммы эффективных температур Здесь тоже приводится 20-й год, 24-й год и 23-й На что хочу обратить внимание 23-й, 24-й по сумме температур Практически одинаковые Если мы с вами возьмем Восток, то даже в 24-м году Сумма температур ниже, чем в 23-м То есть, по сути дела С этими условиями мы уже столкнулись 20-й год значительно ниже, чем в 23-й и 24-й Оправдываются тенденции Все-таки к нарастанию температуры Осадки за апрель, декабрь, июня Обратите, как просел в 24-й год 23-й год действительно у нас был рекордный 20-й, по сути дела, занял среднюю позицию А 24-й, это впервые мы столкнулись С такой ситуацией Еще более наглядно Об этом говорит сумма осадков За период март-май Обратите внимание, куда упала цифра До 32-х миллиметров в 24-м году Начиная с 9-го года Мы никогда не видели таких значений Это говорит о том, что это еще одно испытание Которое мы должны пройти Мы его никогда не проходили И в этом случае нам нужно очень внимательно относиться К тому, что мы видим на поле Как мы работаем на поле Чтобы понять наши действия Усобубили ситуацию или наоборот улучшили Алгоритм агрохимических мероприятий Постоянен Это основное внесение Это предпосевная культивация Это внесение припосеве и подкормки Это закон, который мы должны с вами выполнять Потому что соблюдая все эти требования И гравитно выстраивая их на поле Учитывая особенности боли Особенности температурного режима Особенности растений Мы обеспечиваем снижение воздействия природных факторов И вот это должно быть основой В принятии наших решений А не то, что сухо удобрение не работает Но уносить удобрение не будет Это не тот подход, который нам нужен Вот в таких вот экстремальных ситуациях Какие же риски мы встретили в этом году? Первое Ледяная корка в декабре 2023 года Возвратные заморозки во второй декаде марта Температура воздуха и почвы от минус 5 до минус 16 Что в это время произошло? У нас было выпирание растений И подрыв вторичной корневой системы Почему произошел подрыв вторичной корневой системы? Да потому что мы безалаберно относимся к подготовке почвы В основном это предшественники по озимой пшенице Предшественник озимой пшеницы, подсолнечник Действительно безалаберно И вот эта безалаберность вот здесь вот вылезает Потому что по парам в одних условиях Поле находится рядом, через дорогу Там нет никаких отличий, все было одинаково Но там где у нас была озимая пшеница У нас растения не пошли в рост Порвали корневую систему Там где была озимая пшеница по парам Она прекрасно перенесла эти условия Поэтому задача осеннего сева Обратить внимание на подготовку почвы в первую очередь Дальше контраст ночных и дневных температур Третья декада марта Посмотрите, плюс 35 днем, плюс 5 ночи Первая, вторая декада апреля Плюс 26,30 днем, минус 2, плюс 3 ночи Растение просто остановилось Оно не понимало, что происходит И поэтому у нас вот тот период Когда оно должно было проходить С естественной фазой развития Растение практически стояло на месте А потом буквально Все фазы стебревания Она прошла очень быстро Вместо 30 дней за 14 дней Возвратные заморозки Очень серьезная ситуация Потому что они пришли тогда Когда у нас фаза вегетации была В период уже выхода колоса Где-то уже он был еще во флаговом листе Где-то он уже вышел Где-то уже началось цветение А это самые уязвимые фазы И именно в это время попали растения Если бы у нас не было задержки вот этой вот Может быть у нас была бы другая ситуация Но, к сожалению, природа сама подвела К тому, чтобы ущерб был нанесен наиболее сильный И почвенная затуха Это сейчас, когда идет налив зерна В чем она может выразиться? Она может выразиться в уменьшении массы тысячи семян И формировании щуплого зерна Эта опасность остается И она усилится, если температуры будут повышаться До 38-48 градусов Если будут перепадать осадки Хотя бы небольшие, незначительные Все равно они повышают влажность воздуха И это будет снижать вот этот негативный эффект Который наблюдается от высоких температур Вот пример развития пассива в Боковском районе То, о чем я говорила Растения начали развиваться И интенсивно расти только 7 мая Но к этому времени они потеряли уже половину тех побегов Которые сформировали с осени В Оксайском районе Обратите внимание, что у нас интенсивный рост Фазы 32-я, 33-я, 34-я Которые удлиняют стебель Они должны проходить 16 дней А прошли за 12 дней И таким образом Это повлияет на ту ситуацию С которой мы сталкиваемся Подформки Обратите внимание на вот эти значения Они такие же, как и в прошлом году То есть мы с вами выработали алгоритм И работает Тот, кто применяет, он их продолжает применять Кто не применяет, тот не собирается применять А их надо применять Потому что иначе совсем по-другому будет То же самое по рекомендациям Почему хочу на этом остановиться Сравнение рекомендуемой и некромендуемой Азотной подкорки в связи с содержанием фосфора Обратите внимание Северо-западная зона Не рекомендована была в этом году 47% В прошлом году 12% Очень серьезная ситуация остается в восточной зоне 90% поей не рекомендована была Для проведения подкорки из-за нехватки фосфора Поэтому обязательно участвуйте в программе Которая обеспечивает суссидирование фосфорсодержащих удобрений И прогнозируемая урозиральность Она посчитана на наших тестовых полях Сейчас она выглядит так Но учитывая нарастание температур Это все может измениться Самое главное Мы должны учесть нюансы этого года обязательно Мы должны серьезно подойти к подготовке почвы К следующему северу И все-таки оптимизировать влезнение фосфорсодержащих удобрений Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok